украинцев там что-то разлагается подобные сведения отношу к разряду информационного успокоительного снарядов нет людей украины нет вообще все давайте переговоры вот это вот прям вот мне представляется это вот прям вот прям конкретно какая-то ловушка украина для вас ловушка да вы забрали здесь много жизни и еще очевидно заберете но вы будете настолько наказан за это что за эти преступления будут платить будущие поколения российских солдат может быть у них будут просто люди не только солдаты то мода надевать маленьких девочек и мальчиков в школу военной форме у них там не проходит значит насчет того что у украины нет боеприпасов я не знаю просто евгения викторовича пригожина путину убил уничтожил сбросил его с неба на землю и все и теперь некому сказать шойгу герасимов биби биби пи 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 где боеприпасы но опять же российские паблики говорят о том что в той же андреевки многое произошло из того что произошло потери я уже зацитировал из-за того что российской армии нет боеприпасов я вообще не могу понять а где блин ким и почему такие вещи звучат у оли скобеева и то есть а еще раз значит на эталонной российский на нацист он же и депутат госдумы между прочим алексей журавлев говорит о том что украина хочет нас завести в ловушку тут на помощь приходит олька скобеева но и и у нее тоже лицо изрядно перекошенное там где они сейчас пруд пруд очень жестко ну пруд или ловушка то ли не ловушка но поставили ведь всего 14 челленджеров абрамсов обещают всего наверно наверно так и не дали действительно непонятно но ситуация на фронте развивается именно таким образом с большой вероятностью в первую очередь работает артиллерия и кассетные боеприпасы бам 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 днем и ночью российские солдаты умирают и оля пытается как-то эту ситуацию смягчить но потому что получается что путин вреда как всегда обманывают богоизбранный российский народ но и про мобилизацию он же так и не сказал что ее не будет я говорю о владимире путине а оля старается мол танков мало дали абрамсов мало дали да слушайте дискуссия на тему почему запад экономит на вооружении для украины она ведется и у нас и соответственно в штатах но там борис джонсон поставил вопрос таким образом что давай атакамсы насчет атакамсов получается что последняя надежда оле скобеевой нацистки оле скобеевой что украине чего-то не дадут я убежден что дадут все и даже больше этот вопрос в том чтобы все было вовремя потому что время на войне самый главный ресурс время и боеприпасы которые несут что пишем в комментариях а я подсказываю хотя тут не удастся блеснуть а умом и эрудицией несут смерть российским захватчикам уничтожаем силы и про тысячи тысячи танков уже уничтожили еще и там сказать что все завтра они уже закончились вообще отлично тогда мы пешком вообще до киева дойдем да получается что пешком дойти до датского зоопарка где живет черепаха стала намного легче чем соответственно дойти до киева жалкие капиталисты их только земелька волнует коррумпированный режим байдена и примкнувший к нему последователи нацистской идеологии продвигаются к новой мировой войне от атлантического до тихого океана идти на компромисс с ними значит расписаться собственные погибели но это очень хорошо понимаю и владимир владимирович очень четко рассказал какое перемирие вы о чем чтобы потом перегруппироваться подтащить еще военной техники не ребята нас больше не обмануть а я просто хочу чтобы вы вот оценили она роль журналистка немецкий гранатсидии ревнер ю санми лип или сбор и минли тэр проекцию с умы фэр 8000 зимуристы зимы писали бандит тоже оценили львы как же как раз введении за национал минrique развития зимы рампа львы с руководными матерами чисто теоретическими звездами окрест ありliga в одном из трели селиль альбер сцены минка смен что-то функционал в том чисто Продолжение следует... Продолжение следует... Это объясняется особым географическим положением Литвы, находящейся непосредственно между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией. Продолжение следует... Как всегда задержаны американцы в этот раз, до этого были англичане, и вот они меняются между собой. То американцы, то англичане. Уже неоднократно говорили о том, что особенно сейчас, в период специальной военной операции, посольство и американское, американское посольство и английское, по сути дела, являются форпосом такой скрытой борьбы с Россией. А то, что был задержан гражданин России, который прежде работал в консульстве США, говорит о том, что отношения дипломатические между нашей страной и этими двумя странами надо менять. Кстати, если мы посмотрим нашу историю послевоенную, то практически предатели, которые были арестованы и расстреляны при Советском Союзе, это были в основном шпионы Соединенных Штатов и англичан. На моей памяти я вспоминаю только одного Ветров, который работал на французскую разведку. Что-то других разведок мы вообще в последнее время и не наблюдаем. И эти Ветров были утонченные. Да, да, был действительно утонченный любитель шампанского, ну и так далее. Речь идет о том, что в традициях американской и английской дипломатии на территории сначала Советского Союза и России использовать российских граждан для работы внутри посольств. Потому что таким образом удобно организовать взаимодействие, удобно вербовать, передавать информацию. Потом они увольняются и продолжать работать. И одна, и другая страна не выполняет соответствующие Венские соглашения, в соответствии с которыми они не имеют права людей брать на такого рода должность. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч!